Прямо на ваших глазах рождается шедевр кулинарии. Прямо сегодня вы увидите что-то невероятное, потому что наша программа начинает жить. Это не бракобесия, это... Это что, Бартин? Это передача. Да, это вообще магия кулинарии. Это такой магический процесс. Что ты задумал? Кстати, я думаю, что мы еще не придумали название передачи, поэтому мы как раз обратимся к зрителям, устроим конкурс на лучшее название, чтобы к следующему разу прислали комментарии, писали, как можно назвать передачу. Только, пожалуйста, без пошлости и без оскорблений. Да пусть пишут все, что хотят. Нам вообще с тобой давно все пофигу. Просто люди не выиграют, я хочу, чтобы все победили по ним. А победитель приедет к нам на ужин. Да, накормим победителя. Накормим. От души. Грибочками. И маслятся. Ну, рассказывай, что это тут за хвост? Так, сегодня у нас, поскольку передача первая, поскольку праздничная, сегодня же у нас Рождество католическое. С праздником. Да, с праздником. То мы будем готовить не одно, аж целых два блюда. И блюда будут праздничные, и блюда будут такие, которые можно легко употреблять, то есть закуски, в форме закусок они будут. А разве праздничное блюдо недостаточно? Хорошего вина или бутылочки водочки? Ну, это кому как. Кому как. Кому-то вообще, может быть, если надо действительно только выпить, и все хорошо. А у нас немножко по-другому. Мы все-таки гурманы, правильно? Вот, и мы начнем, пожалуй, с того, что сделаем два блюда. Это будет у нас картошка, заправленная яйцами. Яйца, это так эроатично! Ты сам придумал? Да, конечно, нет. И это будут грибы с заправленными чесноком, пармезаном и прочими другими вещами. Название пока тоже не придумал. Не глюкозидные, обратите внимание, обычные грибы. Законные, которые можно использовать. Сам собирал? Конечно, да. Понятно. Вот, и я вам расскажу, какие продукты мы будем использовать. Здесь сразу покажу, вот уже варится наша картошечка. Вот, она такая должна быть желательно небольшого размера. Вот, это будет один из самых ингредиентов, это закуски, которые связаны с картошкой. Здесь у нас яйца тоже туда же пойдут. Они уже вареные? Да, ну мы уже их отварили, да, заранее, чтобы времени не терять. Чесночок, чесночок, так, что у нас там еще пойдет? Ну, понятно, соль, перец, панировочные сухари, для грибов, вот, там, грибы непосредственно, филадельфия будет там одним из самых компонентов, пармезан, сметаночка и подсолнечное масло, естественно. А сальция? Сальция, это мы его сделаем, без него сделаем шкварки, мы его поджарим и превратится в шкварки, они будем посыпать им сверху там. Обещал, что картошка с яйцами, она вошла тут целый магазин. И еще, кстати, мы используем майонез, потому что мне посоветовали сметану, можем мы сами заменить майонезом, попробуем так и так взлет, потом, как будет лучше. Ну и, конечно, зелень, петрушечка, лучок, все так далее. В общем, огородный букет. Да. Ну что, пора начинать? И я думаю, что, Илону, мы позовем, наверное, нашу очаровательную помощницу, Екатерину, уже пора, да? Добавим на кухню красоты. Вот именно. Давай. А то ум есть, честь тоже, а красота вот она. Привет. Привет, Екатерина. Мы что, сообразим на троих? Да. Давай. Давай, начали. Значит, начнем с грибочков. Грибочков нужно аккуратненько обрезать ножки. Если в вашем доме есть картошка и яйца, доставайте. Ну и не забудьте про грибочки, повторяйте за нами. Так, ну сейчас смотри, сковорода такая. Где? Какая? Ну, обычная, чтобы жарить. Маленькая или большая? Ну, лучше не очень большая. Когда в доме есть и маленькая, и большая, есть большой выбор. Мартин, ножки полностью вырезать, чтобы их вообще не было? Нет, вот так вот. Не-не-не, обычно. На них накладываем? Да, смотри, сейчас я покажу. И потом, что остается от ножек, мельчим еще. Илон, ты можешь пока мельчить, вот ты прям измельчить надо, прям мелко. Что ты хочешь мельчить? Ножки измельчить. Давай, Луна, будет у нас оставаться, я наоборот буду измельчать. Да ладно. Так, деревянная жеска подойдет? Да, давай. Нормально ты женщину организовал, а сам-то ты что будешь делать? Я контролирую, потому что со мной отлично. Значит, ножки мы будем жарить. Жарить будем их для того, чтобы сделать соус. Ну, заправку, вернее, если правильно. Мартин, может яйца почистить? Яйца надо почистить, да. Это пока не только для следующего блюда, их надо почистить и отделить везти от желтков. А, погоди, они вареные? Да. А то я так отлично... Нет, они вареные, 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 вареные. А, вареные, да, хорошо. На благодатики. Я как экстрасенс чувствую, это вареное. Катерина, как дела? Пальцы целы? Да, все, отлично, пока. Красивые тоже умеют готовить. Да, конечно. И даже блондинки. Блондинки тоже умеют? Да. Слушайте, мне реально не чистится. Ой, вон у нас тоже блондинка. Это мой ненастоящий. В принципе, не важно, как они почистятся, потому что нам нужны только желтки. Вообще считается, что в яйце все очень гармонично устроено. И те люди, которые едят только белки, например, и желтки выбрасывают, они совершают большую ошибку. Возможно. Слушайте, сегодня нормальные, все нормальные, адекватные люди режут оливье. Я думаю, навряд ли кому-то пришла идея в голову заниматься грибами и фаршированной картошкой. Почему ты это придумал? Нет, потому что так надо. Так надо? Это было поло сверху? Если хотите, чтобы яйцо было хорошо и качественно почищено, сначала лучше его отварить. Да ладно! Как ты додумался до этого? А потом щеткой, да, зубной? Она будет чистая-чистая. Так. Я уже прямо вижу, как на этом месте комментаторы пишут, вот вы неадекватные, а мы адекватные. Мы не волшебники, мы только учимся. Пусть минуты, это очень неадекватные. А учитель, учитель вообще не обязан сам уметь, он должен научить других. Да, самый лучший способ почему-то научиться и начать учить. Так, картошечка у нас уже готова. Важно, чтобы она не переварилась, потому что нам нужны целиковые половинки. Вот. И сейчас поймете почему. Сливаем лишнее. Так, и сейчас начинается достаточно долгий процесс. Это остывание картошки. Поэтому лучше всегда отварить ее заранее, чтобы она была уже потом не горячая. Вот это вот, конечно, брак немножко. Переварилась, видите, разварилась, так что надо до такого не доводить. Картошка обязательно в мундире. Кстати, она самая полезная. Все нитраты сохраняются, никуда не пропадают. Так. Идем дальше. Так, сковорода готова. Выкладываем грибочки на нее. И рыбные палочки. Оп. Прекрасно. Грибочки. Теперь, значит, у нас надо добавить туда чесночок. Чесночок. Что-то я многовато его сделал, конечно. Так, и первым выкладываем. Рыбные палочки. Толь и перчик. Наверное, так. Перчик самое главное. Так. Самое главное. О, смотрите, вы получаете, красота у нас, а. Сейчас мы это все поджарим. Долго еще? Да нет, уже недолго. О, 40. Идет процесс поджарки. Ах, красотища. Жарим в районе 6-8 минут. Должен стать таким коричневеньким этот наш, жаркое наше. Вот. После чего начнем добавлять другие ингредиенты. Ну, вы сейчас будете удивлены, насколько это интересное блюдо получится. Много всего разного мы добавим. Я думаю, что, вот, если бы я был производителем какой-то продукции, я бы точно обратился к нам. Если бы я производил какую-то продукцию, я бы точно обратился к таким людям, как мы, чтобы рекламировать это. Потому что это самый верный способ. В наши дни уже обычная реклама не действует. Люди устали от всего этого. Мозг блокирует рекламу на телевизор, еще где-то. А если видишь передачу, там... Хотите, чтобы мы испортили ваши продукты? Пишите нам. Присылайте нам партиями, мешками, ящиками. И мы все испортим. А зачем ты отвечаешь на сообщения подписчиков? Я не пойму. Рано читаешь комментарии. Рано. Кремчик. Сейчас, подожди. Кремчик. Так, 225 грамм колдельфи нам понадобится. Пришлось купить две банки, потому что в одной всего 200. Расточительство. Добавить чуть-чуть там. Расточительство какое-то. Давай, что, открываем колодельфи? Да, можно вываливать в миску эту вот, в начинку. Вываливать, особенно уместное слово. Когда Морти не успевает и отвечать на комментарии подписчиков, и готовиться, например, ума не приложу, то уже несколько комментариев он для вас оставит. Чтобы все успевать, надо рано вставать. Сегодня я пошелся в 5 часов утра, например. С учетом, что сейчас уже 9 вечера. Через полчасика он уснет. Есть будем без него. Значит, сюда надо добавить четверть стакана панировочных сухарей. И четверть стакана... Четверть стакана... Вот этого. Пармезана натертого. Так, сюда, говорит, нам надо добавить... Это начинка, как ты понимаешь. Сюда надо добавить срочно четверть стакана панировочных сухарей. Четверть стакана пармезана натертого. Одну столовую... Чайную ложку перца. Чайную ложку соли. Две столовых ложки петрушки. Заделось. Так, а я тем временем добавляю сюда наши поджаренные ножки грибов. Ну, кстати, не обязательно использовать шампиньоны, можно другие грибы использовать, правда, чтобы они были съедобные. Здесь они, напоминаю вам, с песоком, с перцем и с солью. Оп. Делаем такой хитрый код. Вот. Это у нас готово. Так, Илона, здесь белосрочная. Илона, подходите. Это пятница в отпуске. Лон, давай тушим. Надо поджарить шкварки. Я знаю, что это... Очень любишь. Ты же человек на Украине известный. Надо сделать поджарики, красивенькие, маленькие, уютненькие. И слюженькие. Петрушки надо было еще две... Лон, нарежь просто петрушки. Две столовых ложки. Так, друзья, соль по одной ложке? Чайную? Да, чайную соль и чайную перца. Ну, можно, знаете, перцы поместить немножко. И он у нас просто и не любит. Будет отличаться. Терпеть ненавидит. Знаете, чем отличается кошерная соль от простой соли? Ну, вот так. А она что отличается? Я думаю, что отличается. Но я не знаю, чем. А что за слово такое кошерное? Ну, это связано с длительными этого... Позитивное. Кошерная соль, она без всяких добавок. Ну, кошерная, это вообще, я так понимаю, то, что можно есть мусульманом, евреем и так далее, правильно? А ну, по-каку-ке как и написано? КО-ШЕ-Р-НА-Я! Нет? Да. Да? Ну, мы используем обычную соль. Не кошерную? Не кошерную. Все, я пошла отсюда. У нас очень сложно найти, пособенность. Так. Дай. Соль мы добавили, а перец мы не добавили. А это зелье тоже туда же? Нет? Да, да, да. Еще мягче. Да. Хотя, в принципе, особо не играет. У меня сейчас еще пару петельчиков, что вообще родится. Вот вообще непринципиальный. Так, смотри, одна. Дойный нос. Так, отлично. Отлично. Отличное блюдо получается. Ну, с преской, давай. О, с атлетчика шкварочки получается. Шкварки, кстати, вообще, я обожаю такое блюдо. Но они, конечно, не очень полезные, поэтому лучше с ними не переборщить. О, отлично сделали заправку. Молодцы, выглядит супер. Теперь мы поступаем следующим образом. Теперь разогревается духовка до температуры с 85 градусов. Опа, достаем противень. Теперь сюда выкладываем, как вы догадались, грибочки. Главное, чтобы их было 15 штук, это принципиально. Это счастливое число, правда? 15? Да. Мы написали новую книгу. Мы только директором работаем на ферме. Да, кстати, заметьте, мы ничего не делаем из кожи молока сегодня. Это какое-то упущение. Ну, что делать? Я, чтобы никто не подумал, что здесь корресник с целью. В следующий раз. Берем ложечкой, аккуратно выкладываем. Прижимаем, придавливаем. Я, кстати, люблю блюда, которые приготовлены собственными руками. Впоследствии, когда соприкасается, ты передаешь энергию своих теплых рук блюдам. Вот. Главное, чтобы энергия была положительная. Да, чтобы энергия была хорошая. Так, ну что, отлично. Так, смотрите, прекрасно получилось. Теперь мы едим это? Нет, теперь мы укладываем это в духовку. И поехали. Так, и забираем, убираем на 175 градусов на 20 минут. Так, выбираем время. Так, значит, мы, вот, как говорится, и даже у профессионалов бывают небольшие недоразумения. И мы забыли положить пармезан сверху. Комидант. Так, чуть наручил, но все хорошо. Руки-плавщики не боятся горящего. Так, гораздо лучше. Ошибка исправлена. Так, дорогие дамы. Пока у нас готовятся наши грибочки и духовочки, мы займемся следующим блюдом. Это картошечка. Картошечку мы нарежем вот так вот пополам всю. Потом в ней сделаем небольшие вырезы. Вырезы для того, чтобы туда добавить начинку. Можно использовать простую ложку. Конечно, можно использовать маленькую мороженницу, вот такую ложечку, которая. Вот, а можно использовать простую ложку. У нас получаются такие отверстия небольшие, луночки, в которые мы будем добавлять начинку. Начинку будет добавлено у нас. Начинка будет приготовлена из желтков, майонеза, либо сметаны, одно из двух. Шкварочек, ну и зелени, горчичка, конечно же, пригодится вот эта специальная диджон или дидьон. И мы переходим к приготовлению непосредственно наших начиночек. Поехали. Что делать? Так, значит, прошу вас разделить желтки, ну и это низки. Одинаковое количество. Так, луно вырезает этим, разрезает, да? Но немного, не так много. Вот такие диджон. Я думаю, что это дидьон, это французское название, поэтому скорее всего называется дидьон, а не диджон. Так, одно сюда. То есть она достаточно мягкая такая. Она не такая крепкая, как, например, наша эстонская кольщица, птунцеморская. Поэтому ее вполне можно так половину столовой ложки взять и забабачать. Ничего не случится. Будет даже очень вкусно, я считаю. Так, мы делаем два варианта. Мы делаем два варианта. Сметаной и с майонезом. Все остальное, все остальные компоненты идентичные. Далее. Петрушечку. Примерно почти по чайной ложечке соль. Поменьше. Смотрите, как мы это делаем. Не, нормально. Нет. Вот так вот. Так. Далее. Теперь переходим к следующему. Так, это у нас чем было? Это майонез. Божественно. Так, теперь мы накладываем в непонятную зеленую штуку эту начинку. Смотрите, как это делается. Я первый раз в жизни, честно говоря, это делаю. Честно признаюсь. Так. И берем 12 этих. Смотрите, как это делается. Оп. Два. Три. Берем второй вариант со сметаной. Сейчас методом слепой дегустации мы определим, что лучше будет. Так. М-м-м-м. Так. М-м-м. М-м-м. Вкусная часть Так, и лучочком Скотюшечка, посыпь просто лучком Как видите, картошка Приготавливается быстрее, чем это блюдо Потому что мы начали ее гораздо позже готовить, чем грибы Но она уже готова, посмотрите Оп, как вам блюдо Это называется у нас Крошка-картошка по-ихойски Тем временем у нас уже подоспели наши хлебочки У-у-у, готовы Один только перевернулся, остальные сейчас мирно сидят на месте В принципе, хороший процент Оп О, прекрасно Так, выключаем духовочку Посмотрим, что у нас получилось Да, все прекрасно Только одна картошка, смотрите, непослушная оказалась Перевернулась, вернее не картошка, а грибочки Вот, а так в целом все окей Так что скоро будем кушать Грибочки у нас называются грибочки-пармезанчики Вот такое блюдо, грибочки-пармезанчики, запомните Заказывайте у лучших ресторанов страны Ну что, это у нас грибочки-пармезанчики, да? Какая вы говорите? Пармезанчики Грибочки-пармезанчики, да А это у нас, значит, картошечка Крошка-картошка по-ихойски Сейчас будем пробовать Не забудьте, что есть и сметана, и с пайонезом Она даже по цвету видна, сметана, по-теменимушке Сюда и в ступле Отведаем и скажем, какое блюдо больше нравится Так что все, сударь и судары, не приступаем Ваши грибочки Пармезанчики Ммм, эти грибы здорово Угу, честно здорово Отлично Отлично У меня созрел тост За лучших кулинаров Эстонии Браво Зачем его спросил, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok